Hola Amigas, на связи Матвей, и сегодня по многочисленным просьбам я для вас подготовил видео про управление в мобильном Фортнайте. Лично я не очень хотел записывать данный ролик, но раз вы так просили, я сделал. В этом видео я вам расскажу, как вы можете настроить свое управление в Fortnite Mobile через настройки макеты интерфейса, расскажу вам как и про банальные настройки вашего управления, так и про малоизвестные функции, ну а также много других всяких интересных фишек, по типу как можно разделить слоты инвентаря, как это сделано у меня, ну и многое другое. В общем, если вы игрок в мобильный Фортнайт, то это видео точно то, что вы искали. Возможно настраивать полностью управление вам и не надо, но все же несколько интересных фишек, которые скрасят вашу игру, вы точно здесь найдете. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моем канале, и если ты так же, как и я, играешь в Fortnite Mobile, то обязательно оформь подписку. Тут ты сможешь найти единственный и самый лучший контент по мобильному Фортнайту во всем СНГ. Ну а если ты уже подписался, то ни в коем случае не стоит забывать, что лучшая поддержка меня, это мой тег автор мотивкар в твоем же дневном магазине Фортнайт. Смело води, покупай исключительно с ним. Также ты можешь делать скрыны своих покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ну или в специальный канал нашего Дискорд сервера. Ссылку на это все ты сможешь найти в описании, потому что таким образом ты сможешь попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а также теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Ромпе, Маленькому Литку и Геймс Геймс. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли и давайте я вам наконец-таки расскажу все, что нужно знать о настройках управления в мобильном Фортнайте. Так, ну и первым делом, что вы должны сделать, так это сохранить свое предыдущее управление. Да, мы можем выбирать здесь одно из нескольких, так что делайте копии предыдущего, ну или создавайте просто новый. Также каждому макету интерфейса можно давать собственное название, но это так чисто для того, чтобы вы не запутались. После того, как вы создали себе новый пользовательский макет интерфейса, переходим к настройке худа. Для начала хочу заметить, что у нас есть несколько режимов для настройки макета интерфейса. Бой, строительство, редакт, творческий режим и много всякого другого ненужного говна. Но мы остановимся на трех первых. Проще говоря, каждый из этих режимов вы настраиваете отдельно. Ну а если вы хотите посмотреть, как один режим смотрится на фоне другого, то просто нажимайте на этот глазик. И на заднем фоне будут отображаться кнопки того режима, которого вы выбрали. Также хочу отметить такую функцию, которая называется привязка к сетке. Если вы хотите разместить кнопку в точности до нанометров, эта настройка вам поможет. Проще говоря, она привязывает кнопку к этим вот квадратикам. И количество этих квадратиков вы можете как увеличивать, так и уменьшать. Надеюсь, с этим вы все поняли. Теперь перейдем к самим кнопкам. Кстати, если вы хотите настроить свой макет интерфейса с нуля с самого начала, то для начала уберите все кнопки с вашего худа. Это чисто так, для удобства. В общем, у каждого режима игры внизу есть небольшая стрелочка, на которую если нажать, то вам откроются все доступные кнопки данного режима. Кстати, вы можете использовать сразу несколько одинаковых кнопок в одном режиме. Думаю, не стоит заострять внимание на функции каждой из этих кнопок, потому что я думаю, это и так интуитивно все ясно, а то и ролик затянется на минут 20. Лучше обратите внимание, что здесь есть несколько опций. Обычные игровые кнопки и элементы интерфейса. Это все по типу ячейк инвентаря, показатель патронов, карты, сообщения в игре, джойстики, показатель пинга и другое. Обратим внимание на ячейки инвентаря, потому что думаю, это самый интересный и сложный элемент макета интерфейса. Вот есть обычный линейный вариант, который используется во всех дефолтных управлениях. Тут можно регулировать тип ячейки, то есть бой строительства или автоматически будет все это переключаться. Обратить слева направо и справа налево. Зафиксировать конкретные ячейки инвентаря. Кстати, эта настройка годная, потому что я уверен, у многих из вас случалась проблема, когда во время игры вы случайно выкидываете какое-то оружие. Ну а также не могу и не обратить внимание на настройку изменить ссылку. Эта настройка будет определять, в каких режимах игры будет показываться данный элемент интерфейса или какая-то конкретная кнопка в игре. Советую, кстати, ее включить, потому что если вы будете настраивать свой HUD и настроите все кнопки, например, на режиме боя, то они будут находиться в таком положении только в режиме боя. То есть в режиме строительства и редактирования они будут в том положении, которые были до этого. Ну а теперь давайте я вам расскажу, как разделить ячейки инвентаря, как это сделано у меня. У нас есть вот такая вот иконка с ячейкой кирки под номером 0. Добавляем ее на наш макет. Опять же, мы ее точно так же можем настраивать, как и обычные линейные ячейки инвентаря, но я думаю, вы это и так понимаете. В общем, далее мы добавляем еще несколько таких же ячеек на наш макет. После этого мы просто два раза нажимаем на каждую ячейку и уже регулируем ее номер. От 1 до 5 это будет наш инвентарь. И в этих же настройках вы можете настроить данную ячейку уже на выбор постройки, то есть рампа, пол, стена и так далее. Также вы можете настроить, при каких режимах игры будут показываться данные ячейки. Все это опять же делается через функцию сменить ссылку, так что думаю, вы тут тоже все поняли. Рекомендую настраивать, чтобы они показывались во всех режимах игры, потому что, например, если вы, например, строитесь и по вам резко начинают стрелять, вы сразу же можете нажать на ячейку оружия и вы достанете оружие. Или наоборот, стреляете вы, но вдруг по вам начинают стрелять в ответ, вы можете сразу нажать на кнопку стены и построить себе укрытие. Это сильно экономит ваше время и повышает эффективность вашего управления. Также хочу упомянуть один очень интересный и полезный факт, который поможет вам настроить ваше управление. Суть его заключается в том, что вы можете выносить свои кнопки за пределы макеты интерфейса. Если при этом часть данной кнопки будет входить на территорию макеты интерфейса, вы все же можете нажимать на данную кнопку и она будет функционировать. Как вы можете заметить сейчас у себя на видео, часть кнопки стрельбы я вынес за пределы макеты интерфейса, часть оставил и при этом, когда я на нее нажимаю, она спокойно функционирует. Таким образом, вы сможете спокойно и легко экономить место у себя на экране. В принципе, это все, что я хотел вам сказать по поводу настройки управления в Fortnite Mobile. Ничего более сложного здесь нету. Да, Epic Games сделали все интуитивно и понятно. Опять же, если у вас возникли какие-то вопросы по поводу настройки макеты интерфейса Fortnite Mobile, с этими вопросами вы можете смело писать личные сообщения нашей группы канала ВКонтакте. Ссылка на нашу ВК-группу в описании, я и моя команда обязательно вам ответит и поможет с вашей проблемой. Ну а так, огромное спасибо за просмотр данного ролика. Если ты досмотрел это видео до этого момента и до сих пор не поставил лайк, обязательно сейчас же это исправь. Пишите в комментариях, был ли этот ролик для вас полезен. Ну а по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok